Приветствую вас, дорогие сестры, именем нашего дивного спасителя Иисуса Христа. Я благодарна, что он позволил мне еще раз вас всех увидеть. Мой супруг приехал со мной, но он у Кости Бондаря отдыхает. Для него этот путь был трудным, и это женское общение, и он плохо слышит. Но вчера он был на открытии, и меня поразило на открытии, что вот этот стих, на котором основана тема съезда, разными братьями был по-разному истолкован. Каждый нашел в нем что-то другое. Вот богатство Божьего Слова. Один нашел, первый, кажется, брат, который говорил, что кто-то должен инициативу проявить, что Самуил проявил инициативу, и после победы над филистимлянами он воздвиг жертвенники и памятники и так далее. Другой брат говорил, что мы должны бороться с внутренними врагами, потому что эта победа пришла в результате победы над внутренним врагом, над идолопоклонством. Они покаялись, они прогнали внутреннего врага. И поэтому очень важно, Господь не даст победы нам с внешними врагами, если мы не победим сначала внутренних. И так удивительно было, что каждый брат что-то в этом стихе находил другое. И я тоже. И я поделюсь с вами, потому что это наше слово, даже сестра Вера Китсена назвала проповедью. Может быть, сестрам не надо такого давать. Мы делимся, мы свидетельствуем. Братья проповедуют. Вот. До сего места, сестры, помог нам Господь. Сестра Китсена хотела, чтобы вы сказали «Слава Господу!» все вместе. Вот. И, значит, возвратимся к этому нашему основному стиху. И я выскажу свои мысли по поводу и этого стиха, и 70-летие, цифры 7 и цифры 70. «И взял Самуил один камень и поставил между массив и между сеном, и назвал его Авен-Езер, и сказав, до сего места помог нам Господь». Это камень помощи. Само слово Авен-Езер, некоторые говорят, по-еврейски означает «камень помощи». Оно не означает «до сего места помог нам Господь». Это сказал Самуил. Он говорит, я поставил камень помощи. Памятник поставил. Почему? Потому что Господь помог. Помог. Он это будет нам говорить, этот камень о Божьей помощи. Само слово Авен-Езер означает «камень помощи». И также ставим памятные камни по обычаю древнего народа. Это принято было. Это сделал Яков, примирившись с Лаваном. Прощаясь с ним, Яков сказал, теперь заключил я и ты союз. И это будет свидетельством между мною и тобою. И взял Яков камень и поставил его памятником. Между прочим, один брат вчера не очень продуманно сказал, что все это ветхозаветная ерунда. А я серьезней отношусь к этому. Это не ветхозаветная ерунда. Это глубочайшая символика. Глубочайшая символика, которая нас ведет к исполнению великих символов. И вот он заключает союз. То же самое сделал Иисус Навин, когда после увещевания народа, отказаться от поклонения чужим богам, получил от них ответ. Господу Богу нашему будем служить. И гласа Его будем слушать. И заключил Иисус Навин с народом завет в тот день. И дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия. И взял большой камень и положил там под дубом, который подли святилища Господня. И сказал Иисус всему народу, вот камень сей будет нам свидетелем. Там камень помощи, здесь свидетель. И между Лаваном и Яковом тоже свидетель. Ибо он слышал все слова Господа, камень слышал, оказывается, все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали перед Богом вашим. Это в книге Иисуса Навина в 24 главе с 24 до 27 стиха. И самый важный камень помощи и спасения мы находим в предсказании о нем у пророка Исаии. Вот я полагаю, камень в основании на Сионе, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Есть еще много примеров Библии, когда камни служили памятниками и напоминаниями о заключенных договорах и пройденных путях. Памятники на могилах умерших тоже говорят о тех, кто под ними лежит. А тире между датами как бы представляет пройденный жизненный путь. Цифра 7 в Библии число совершенное, а 70 юбилейное. В Библии цифра 7 полное, совершенное и даже 70 годами ограничивается жизненный срок человека в Псалме Моисея. И только при большей крепости 80, а мне уже 81, значит, особое благословение по вашим молитвам. Всякий юбилей служит временем подведения итогов. Вот примеры цифры 7 в Библии. Обратите внимание, Бог делил свой план на 7 периодов или диспенсаций. Период невинности, период совести, человеческого управления, обетования, закон, благодать и Царство Христа. 7. 7 периодов. Бог заключил с людьми также 7 заветов. Адамов, Ноев, Авраамов, Моисеев, Палестинский, Давидов и Новый. 7 заветов. Опять цифра 7. Бог назначил своему народу 7 праздников, указывающих на грядущего в мир Мессию и Спасителя Иисуса Христа, на тот камень краеугольный, о котором писал пророк Исаия. Вот эти 7 праздников – Пасха, Опреснаки, Первые Плоды и Леснопы, Пятидесятница, Трубы, Очищение и Кущи. 7. Опять у Бога полная цифра 7. Можно было бы еще привести седьмины Даниила, например. Например, тысячелетие истории людей, из которых последнее будет седьминой Царства Христа. По еврейскому календарю сейчас 5764 год. Мы находимся в конце шестой седьмины. Господь грядет скоро. Семь – важное число у Бога, а у нас сегодня 70. До сего места помог нам Господь. Наш камень помощи, наш Авиньезер – Христос. Без Него мы не совершили бы ничего ни в личной, ни в общей жизни. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Почему семикратно в день, семь раз в день? Звучит 164 стих 118-го псалма. Семикратно в день прославлю тебя за суды и правды твоей. Моя бабушка по матери была еврейка-христианка. Она была женою пастора и миссионера, и сама была миссионерка. Ее полем служения были женщины, как у Веры Кицыной. Молодежь тоже и дети, сироты или дети в нужде. Когда миссия Вифиль, в которой я до сих пор еще принимаю участие, была еще в Польше, находилась в Польше между 29 и 45 годами прошлого уже теперь века, служение процветало, пока не пришел Гитлер, и постепенно не были погублены в газ-камерах, в концентрационных лагерях миссионеры и более 200 детей, питомцев моей бабушки, которых она вместе с другими работниками воспитывала. Погибли помощники в работе, из которых многие были родственниками, приведенными ими же моим дедом и бабушкой ко Христу. Родственники. Его родная сестра, например, со всей семьей была расстреляна прямо на улице. Младшая дочь, которая бабушке помогала в Польше, погибла вместе с мужем в концентрационном лагере. Но, несмотря на это все, любимым псалмом моей бабушки был 123-й псалом в Библии. Вот, если кто-нибудь, у меня большая крупная Библия, если кто имеет этот, прочитать захочет этот псалом, сам, хорошо, а нет, я в конце вам его прочитаю. Когда я познакомилась с моей бабушкой впервые в 49-м году, когда мы тоже приехали в Америке, и я услышала из ее уст этот псалом, я не могла поверить, что после всего пережитого она еще может славить Бога. Она ни на что не жаловалась, а только благодарила Господа и сравнивала себя с Иовом, с Иовом, чьи благословения во второй половине жизни превзошли благословения первой половины. Многие из вас, многие из вас пришли, как мы поем, по кровавым следам христиан. Вы прошли по кровавым следам христиан. И в вашей памяти еще не стерлись воспоминания о гонениях и репрессиях, и заточениях, но вы уцелели и прибыли в эту благословенную страну. Так вот, для всех нас перед молитвой, если имеете Библию, сами откройте и на этот псалом. Я прочитаю этот псалом перед молитвой. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над душой нашей, прошли бы над душой нашей воды бурные. Благословен Господь, Который не отдал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сетей ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша, помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Наш камень помощи, наш овен-езер, только в нем, только в нем. И так как бабушка упомянула Иова и сравнивала себя с Иовом, то я хочу прочитать стихотворение «За него самого» называется. Оно в одном из моих сборников. Удивительно, что когда я была в Портленде, какая-то сестра по ходу программы, читая мои стихи там, и песни были на мои слова, она именно это стихотворение прочитала. Вместо обычных конечных итогов, вместо подсчета плода своего, хочется больше прославить мне Бога за него самого. За него самого, за него самого. Можно ли Творца уподобить творению? Можно ли солнце с лампадой равнять? Пламя костра с негасимым горением, с подписью личной, сухую печать? Иов столкнулся с величием Бога. После вопросов и жалоб умолк. Голос из бури, как звуки из рога, что на сражение зовут целый полк. Где был ты, Иов, когда основание клал я земли и простер небеса? Если ты знаешь, открой твое знание. Может, проник ты в мои чудеса? Кто положил ей предел и руками сам сотворил все, что видишь на ней? Краеугольный, кто вытесал камень под ликование звездных огней? Знаешь ли небо, уставы благие? Можешь ли их утвердить на земле? Знаешь, чьи руки и силы какие смысл дали разуму, свет дали тьме? Праведный Иов замолк, стушевался, руку решил на уста положить. Я говорил, как безумный, признался, Богу буду поныне, отныне по-новому жить. Где я была? Где был ты? Где мы были? В дальнее, древнее время, когда руки Создателя мир сотворили, первая в небе зажглась звезда, воды от вод отделялись от шума, горы дымились, и лава текла. Вспомни ты, жалкий, где был ты? Подумай, где были все мы, и где я была? Я только помню, как мир из хаоса в Бог в моем сердце больном сотворил. Не было больше забот и вопросов, только хвала и служение пыл. Как он велик, как в любви необъятен, сколько простил, сколько дал ни за что. Все в нем прекрасно. Ни тени, ни пятен. Чистый, благой, совершенно святой. Время подсчетов и время итогов. А у меня ничего своего. Я приношу благодарность Богу за Него самого. За Него самого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!